всем доброго здоровья я приветствую всех на канале вода school это клуб о настоящем кунг-фу боевых искусствах и конечно же единоборствах однако все это связано тесно с понятием путь войны поэтому наш канал о многих вопросах которые как раз таки касаются данного пути и один из важных вопросов это вопросы методик тренировок и понятия традиции спорта современности и насколько все это коррелирует друг с другом взаимосвязано или совершенно разные вещи потому что насколько бытует мнение что современный спорт он конечно же эволюционировал настолько там за 20 лет что предыдущие поколения к примеру 34 поколения там стиля шоулин тюань они не достоин даже рассмотрения потому что современных 20 лет там вот пока существует кикбоксинг пока значит эволюционировали новые виды спорта там уж у сань да такое шоу как ммэй да все это затмило методы традиционных тренировок традиционных стилей и это бесполезно что-либо изучать вот такое мнение бытует в интернете и многие супер адепты продвигают его потому что ну имеют определенные на это цель наша задача показать по крайней мере попытаться приблизить истину к этому вопросу и один из таких будем говорить ну как сказать что ли краеугольных камней это как раз таки метод тренировки и само понятие таулу или ката в карате то есть выполнение формальных комплексов то которые очень распространены именно в традиционных стилях и якобы это уже устаревший метод который абсолютно ничего общего не имеет с современным единоборствами где присутствует там набивка удары по мешку и шедоу файт а комплексов формальных просто не существует еще раз приведу пример что например есть целые разделы целые статьи группы где в интернете в соцсетях где люди описывают что нет например хороший вид спорта муай тай и нет там никаких то не существует не существовало ни ката ничего или ушу сань да там вот смотрите тут тоже нет и цели тренировок ушу сань да это совершенно не то что тренировки там в того причем таулу именно формальные комплексы движений или ката они просто часто связаны именно с традицией и их связывают то есть раз человек делал комплекс формальный таулу или ката это значит традиция все то есть это что-то старое если человек этого не делает а делать что-то без этого ну хотя бы там шедоу файт или бьет по мешку вот это уже круто типа это современно это уже эволюция то есть все старое она никому не нужно так вот сегодня мы поговорим еще немножко о именно этом краеугольном камни а именно о то лу или ката да на японском или куэн на вьетнамском то есть это именно выполнение формальных комплексов которые относят такое название и как правило адептами такими крутыми связываются только с традицией давайте же посмотрим насколько коррелирует это понятие как бы настоящему ходу вещей насколько современный спорт избавлен от этого метода от и от выполнения каких-то комплексов давайте попробуем хочу сказать что у нас была уже беседа на эту тему мы собирались с со специалистами как раз таки в области карате в области шаолине и мы беседовали о этих терминах поэтому сейчас более сжато более кратко я приведу некоторые наши выводы для того чтобы пролить определенный свет на данный вопрос итак начнем мы на самом деле с определения потому что это очень важно давайте же посмотрим значит что такое то лу то это последовательность движений боевых искусствах это набор стандартных методов приемов серия упражнений 3 стратегии хитросплетения опробованный способ ситуации с известным исходом значит само по себе словосочетание вот этот вот тау лу это практически синоним того что в японии называется ката или во вьетнамских стилях называется кое но давайте немножко еще вернемся именно китайскому варианту да тау лу значит на самом деле тау лу это не только словосочетание которое относится к боевым искусствам то есть это словосочетание которое используется для определения какого-то хитросплетения то есть давайте посмотрим ну вот например эта фраза переводится в городе все слишком хитро я хочу вернуться в деревню и вот это хитро она определяется именно словосочетанием словом тау лу то есть как мы видим на самом деле примеров масса то есть каких-то скороговорках в каких-то таких устоявшихся выражениях тау лу используется именно как хитросплетение зачастую этот термин используется также в карточных играх когда кто-то в азартных играх когда кто-то сделал какую-то очень хитрую комбинацию ну приведшую какому-то результату это тоже тау лу но давайте все-таки самое важное для нас конечно что такое тау лу в боевых искусствах и вот этот момент очень для нас интересен потому что слово тау лу оно на самом деле очень новое и само по себе оно возникло именно тогда когда зародилась спортивная тау лу то именно чем занимаются спортсмены в области ушу тау лу или спортивных комплексов то есть это высокоакробатичные движения высоко координационные где очень много прыжков там каких-то переворотов красивых вещей что часто в противовес ставят именно контактным видом единоборств а именно ушу сань да там кикбоксингу или еще каким-то вещам именно словосочетание тау лу как вот два таких термина да это возникло совсем недавно и так что же мы имеем тау да это новый термин и переводится он ну четко да это тау это как форма лу это как дорожка то есть сразу же в понятии возникает действительно ассоциация с тем что это какая-то длинная дорожка и формы которые нужно выполнять то есть это ну некая длинная последовательность здесь есть конечно доля правды однако нужно посмотреть тогда на перевод японских иероглифов и как они переводятся я лучше сейчас предоставлю слова ну человеку специалисту в японском языке и в принципе в каратэ давайте послушаем надо только понимать что в японском языке слова сама ката пишется двумя иероглифами тоже самое слово да то же самое слово карта она означает уже карту который мы говорим комплекс этих стандартных движений акинации они более склонны традиционно писать тот иероглиф который означает как бы шаблон японцы они используют иероглиф который означает форму но весь прикол в том что в японском языке все наоборот когда мы говорим шаблон мы знаем а это значит стандарт и этот по этому лекалу как-то что-то делается а форма значит ну как бы должно выглядеть так а мы уже имеем интерпретацию как раз наоборот на японском языке то что форма у них более стандартные движения и так как выглядит и так они применяются более так как бы право линейно а в окинамском карате то которая пришла в кунг-фу и который ближе к вот этому пониманию то лу вот этот иероглиф он означает более того что у вас есть как бы стандарт который задан но из этой формы этого стандарта вы не не то что с формы а вы как бы с лекала с моделя из-под этого вы делаете то что другое получается значит сейчас давайте я рассмотрим вьетнамский язык это куэн куэн это кулак то есть это как тюань в китайском куэн это на вьетнамском языке так обозначаются дорожки тау-лу в современном интерпретации это тау-лу но давайте сейчас еще раз вспомним что это современный термин который был придуман именно ну практически для соревнований то есть именно тау-лу то есть выполнение длинных дорожек которые вот люди готовят для соревнований так вот если мы возьмем более старое определение которое было в китае то это было просто слово тюань кулак то есть тюань обозначались все боевые искусства то есть если вы владеете навыками единоборств боевых искусств этот тюань и вот теперь у нас есть тюань там танглан тюань шаолин тюань там тай джи тюань это все стиль так вот во вьетнаме остался именно термин кулак то есть если вы владеете какой-то техникой то вы владеете ну то есть это называлось кулак если вы делаете какие-то формы можете делать какие-то движения это все тюань так вот раньше современное понятие тау-лу то есть выполнение каких-то форм называлась просто тюань или тюань тау то есть вот на мой взгляд самое оптимальное понятие это определение тюань тау это именно формы ну будем говорить воинского искусства формы боевого искусства то есть выполнение неких форм ката это просто форма куэн это просто кулак тюань тау это кулачная форма а тау-лу это как бы то же самое то есть это те же самые последовательности но которые уже были будем говорить придуман новый термин который именно обозначает выполнение длинных каких-то вот вещей для соревнований на самом деле это всего лишь преемственность то есть это те же самый тюань тау то есть мы видим что на самом деле вот этим термином да современным термином тау-лу или более старым термином тюань тау или просто тюань обозначаются выполнение неких последовательностей теперь давайте рассмотрим что такое shadow fight shadow fight это выполнение тоже последовательности то есть мы выполняем некую последовательность приемов движений и это тоже тюань тау оно никак не противоречит и абсолютно четко подтверждает что выполнение последовательности это тоже тюань тау или просто ката или просто куэн или тюань значит shadow fight никоим образом не опровергает и ни в коем случае не является неким чем-то что ну являет совершенно противоположным понятию тюань тау ну или современная тау-лу неважно теперь давайте рассмотрим что же такое тюань и почему тюань тау вот эти вот тау-лу это как метод тренировки присутствует в традиционных боевых искусствах значит в нашей беседе мы много приводили примеров о том что выполнение последовательности различных это определенный метод метод тренировки который используется для разных целей вот у меня был вопрос в прошлом видео как раз задан один вопрос вот вы можете здесь его видеть вопрос заключается в следующем если это метод то то какие цели этого метода то есть типа мы не назвали цели ну мы назвали много целей этого метода и одна из целей к примеру и это передача знаний то есть именно возможность соединить крутые какие-то движения связки вместе составить из них вот эту вот тюань тау или тау-лу современным это реальный вариант передать знания будущим поколениям то есть мы просто показываем им вот эту последовательность отрабатывая эту последовательность люди впитывают в себя все вот эти знания приемы которые потом они обязаны наработать отдельно те которые нравятся больше к примеру они могут наработать еще более качественным образом то есть плюс ко всему вот этому это юнфа применение каждого приема причем применение каждого приема она не обязательно может быть только единичным то есть вот этот прием для какой-то ситуации об этом мы поговорим еще немножко позже но само по себе все это это выполнение последовательность примеру вторая цель да мы составляем специфические движения для того чтобы натренировать хорошую координацию например в ногах да то есть специфически выстраиваем определенное движение так чтобы ваши стопы ноги нагружались максимально и например создавали толкающие какие-то действия таким образом мы тренируем наши ноги наши связки и готовим их к каким-то реальным вещам я могу составить движение специфически взять движение которое максимально качественно или максимально использует например повороты моей поясницы то есть я должен поворачиваться влево вправо используя специфические движения я таким образом максимально тренирую поясницу причем выучив например 10 подряд специальных вот этих движений которые поставлены именно таким образом чтобы максимально использовать мои возможности в поворотах я буду тренировать свою ну поясницу то есть мы рассмотрели несколько разных целей тренировка стоп тренировка поясницы передача просто знаний наработка каких-то связок то есть я могу повторять несколько движений которые являются связками удобными качественными связками то есть каждое движение заряжается последующие и вот эти связки являются реально эффективными хорошими качествами значит наработка то есть все это используется благодаря методу повторения последовательности мы таки определили что то он на самом деле это метод тренировки использующий повторение каких-то последовательностей этот метод используется на самом деле повсеместно в танцах то есть таким образом готовится танц таким образом люди тренируются в танцах он используется в написании стихов то есть каждое четверостише это какой-то элемент и когда они соединяются вместе мы видим общую идею то есть мы Мы видим цельный какой-то фрагмент, качественный. То есть это используется в разных условиях и для разных целей. Метод это скорее инструментарий для решения каких-то задач. Так вот, Таолу или Тюань Тао, старый термин, пусть будет современный Таолу, Ката или Коэны на вьетнамском, или просто формы, да, как это говорится, это стандартные формы. Так вот, это все является методом. То есть Таолу это метод, который использует повторение каких-то последовательностей. Shadow Fight таким образом абсолютно точно подходит под это определение. Это тот же самый метод, который использует повторение каких-то последовательностей, тоже с несколькими целями. Одна из целей может быть, это наработка вариативности. Вторая цель может быть точно так же наработка каких-то рабочих связок. То есть тот же самый метод. Отсюда мораль очень простая. Что на самом деле современные единоборства не вообще никак не эволюционировали, а наоборот они ужались. И они используют только Shadow Fight. То есть это один, один или там парочку целей используют. В возможном вообще вот используя из метода Таолу, они взяли только лишь парочку каких-то целей, несколько целей, которые благодаря Shadow Fight нарабатываются. Но многие другие цели остаются, как говорится, за бортом. То есть на самом деле спорт, ну как это и есть, так как любые правила, они диктуют нам рамки. Любые рамки ужимают нашу технику, точно так же, как и ужимают методы тренировки. Поэтому многие методы, которые использовались в традиционных боевых искусствах, конечно, кажутся сейчас ненужными. И в особенности, к примеру, выполнение каких-то вещей, которые тренируют ваше сознание. То есть, если мы начнем говорить еще о возможности тренировки моральных качеств, то для спортсмена это вообще иногда кажется из ряда вон нечем выходящим. Потому что зачем мне тратить время на тренировку каких-то моральных аспектов, выполнять специфические упражнения, которые мне практически не могут пригодиться в бою, когда я могу все это время потратить на тренировку, на работку и на шедоуфайт, на выполнение каких-то силовых упражнений. Зачем? Моя задача добиться результата в каком-то спорте, то есть по каким-то правилам. И это, кстати, один из аспектов, очень важных аспектов, которые действительно отличают спорт, современные или современные единоборства, лучше сказать, от традиционных. Потому что традиционные единоборства создавались с очень важной целью. Это цель выживания. И выживание не только путем уничтожения всего остального, а выживание, если вы являетесь объектом какой-то, ну там, атаки, например, или, в общем, вы должны защищать страну, вы должны защищать вашу родную землю, вы должны защищать ваших родных, еще кого-то. То есть вот это понятие, когда я могу применять технику, когда я не могу, когда я должен это делать, когда я должен воздержаться от этого, это очень важный аспект, который на самом деле в современных единоборствах отложен на самый задний план. А метод тренировки, шэдоу файт и тау лу, шэдоу файт это и есть тау лу, ну или лучше сказать чуань тау, да, старым термином, потому что именно старый термин, ну на мой взгляд, лучше определяет это все, потому что тау лу, это подразумевает длинную как бы дорожку, ну якобы. Хотя тау лу, традиционный, канонический тау лу, например, в Багуа Джам, иногда имеют только два движения, три движения. То есть три движения, это даже меньше, чем серии, которые изучают современные спортсмены. То есть там серия двоечка и лоу кик, это уже три движения, а если с перемещением, то это четыре, пять. А если мы возьмем почтальона, три, потом какой-нибудь боковой кик, это пять ударов. Пять движений, тогда как, и это как бы люди говорят, что нет, вот эта наработка к тау лу, это не имеет никакого отношения. Это уже тау лу. Каноническое тау лу в стиле Багуа Джам состоит из двух движений. Такое просто есть. Одно из самых, самых старых. Старая ладонь так и называется. Лао Ба Джам. Старая ладонь. Восемь старых ладоней, которые пришли от создателей этого стиля. То есть эти два движения, это меньше, чем пять, которые нарабатывает спортсмен, просто стоя отдельно у стены там. Так что методы абсолютно, абсолютно не поменялись. Они остались прежними. Они даже наоборот скукожились немножко в современных единоборствах. Так что выполняйте тау лу. А к вопросу о том, насколько полезны и почему спортивные тау лу настолько отличаются от, например, шэдоу файта, который делается, то есть от тау лу, которые делаются в сандалии, в кикбоксинге, об этом мы поговорим, я думаю, в следующий раз. В следующей нашей передаче. А пока вот хотелось просто донести вот эти выводы, которые мы пришли в результате серьезной беседы, в результате споров, в том, что тау лу это не просто последовательность движений, а в первую очередь. Тау лу это метод тренировки, который использует последовательность каких-то движений. То есть он использует повторение последовательности. И уже сами тау лу, то есть сами вот эти последовательности, хоть они и носят то же самое название, но они уже могут использоваться для тренировки разных целей, в зависимости от того, как они составлены, с какой целью они составлены и что имел в виду человек, который составлял их. Поэтому очень важно говорить о том, что такое юнфа, понимание применения, движений и осознавать, что если цели такие, то для этих целей и надо выполнять тау лу, а не менять эти цели на какие-то другие. Но об этом мы еще поговорим в следующий раз. А пока большое спасибо. Подписывайтесь на канал, поддержите молодому каналу, все-таки ваш голос очень важен и нужен, поэтому не стесняйтесь. Подписывайтесь, ставьте лайк, репостните в соцсетях. Пускай все, кто занимается ушу, карате, вьетнамскими стилями, понимают, что на самом деле тау лу это серьезный инструмент для того, чтобы тренироваться. Это не является самоцелью, никогда не являлось самоцелью, то есть выполнение самого тау лу. Сейчас в соревнованиях, да, это самоцель, но раньше и всегда и сейчас тау лу это метод, метод тренировки, использующий повторение последовательности. И это самое главное. Все остальное приплюсовывается к этому. Разные цели, так что используйте на здоровье. Будьте здоровы, всем спасибо. И не забывайте, только тренировки позволят вам вырасти и стать лучше. Всем удачи, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok